снимаю лерка снимаю сегодня уже 15 вот мы пришли на набережную наконец-то добрались до моря сегодня первого ска наталья вас есть подобрались до ничан воде вдалеке светится винт орлаут это такие волны это мы попали ноябре 14 года его только строили вот так пляж изменился ухты здоровущий находится и сейчас нет дождя на улице вообще погода такая приемлемая 28 градусов лично он берта волн нету люди купаются жалко мы это и там как вьетнам водные горки какие-то но как море тебе взяли взяли килограмм манго четыре штуки за 125 рублей маракуйя одна штука 10 рублей но это моря поприносила 10 рублей на штуках магазине амаш 29 за три штуки отдали цены практически но зато не стало нашего любимого кафе если море не грязно или грязно дышать дышать пена пена и пилки ких а водичка это теплая строить и спереди нас нет ни чанк ни чанк ты смотри не искупайся ладно все завязываем давайте мы присядем перекусим как мы с мамой мы с мамой любили здесь тоже сидеть на бережку а это мы с лерой нет я снимаю это мы с лерой попали на бикси рай для лапшеедов только китайской лапши я еще не видел но выбирай какой ты будешь сегодня есть китайскую лапшу потому что отец тебя в ресторан не поведет 2700 умножить на два с половиной 54 5 получается 54 и еще где-то полтора 6 где-то 7 рублей наверно почти 8 я была права довольна вот с этой стороны стоим рядом с торговым центром бикси только что затарились ждем свой автобус под номером 2 для того чтобы доехать свой отель и вот такое движение наблюдаем это даже не таиланд это вьетнам ни чанк вот на вроде бензоправка стоимость бензина 16 500 местными за литр примерно 42 45 рублей не я не наш наши синенькие такие автобусы зима обиде а флот блок на жизни мне чанге это снимать какая это как пройти дорогу вот такое пол цветами вторая пошла движение движение транспорта не чанге сейчас будет жесть когда они откроют переезд не комментировать почему я сейчас буду стоять они на меня будут идти ехать такие поезды такие поезда проходят я тоже хочу до дороги уходи давай вон они открывают сейчас сюда полетят я буду как красная тряпка смотри поехала жара это смотри чтобы не выхватили телефон вот это движуха итак сегодня уже 17 июля наконец-то мы разродились решили снять вот такой байк без икс он до писать точно на таком же мы ездили на самуи но здесь движение намного поклеще чем в таиланде но решили съездить на пляж за клет вот сейчас только выехали из городка не чанг отъехали буквально 6 километров есть такая дорога движение в принципе вполне приличная мы едем будем изучать достопримечательность останавливаться и конечно наши точки на сегодня покажем вам что там и как и конечно наша точка ну вот они ездят так местные морковь 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 в горы взяли мопед на один день заплатили 200000 депозит нас не взяли бензина 3 литра дали за 60000 60000 это где-то 150 рублей 50 рублей получается у них литр бензина все дальше продолжаем свое движение в сторону пляжа за клет или до клет как он называется проехали 15 километров от города нынчанка остановились вот на такой смотровой площадке водичка грязноватая здесь тут видать портка то есть везде стоят их нет ловушки рыбацкие они наверное здесь точно рыбовая рыба леракообразных ну как тебе здесь нравится да это мы получается приехали за остров да да за мыс за мыс объехали мышь эту чуть через движение нормальная в принципе ехать можно жарко тут хорошо что сегодня облака тем не менее жарковато вон они залазят видишь по лестнице на камень на этот из него наверное рыбачат или прыгают ладно продолжаем проехали 36 километров осталось нам километров около 15 ехать скоро будет развилка поворот направо в сторону пляжа за клет вот в такой деревушке какой-то мы остановились ничего примечательного конечно здесь нету горы горы красивые движение конечно и как в Таиланде покруче здесь намного вот трафик трафика трафик более-менее обгоняют с правой стороны только так автобусы грузовики идут по левой полосе их с правой стороны все обгоняют это мама 6 хорошо есть маленькая дорожка для движения мотоциклов велосипедов так было вообще трудно ладно движемся дальше и вот спустя два часа после того как мы взяли мотобайк в аренду добрались а мы до пляжа за клетку до клетки вот увидели здесь вот такое недоразумение смеюсь мы чуть правее въехали пляж наверное вон скорее всего видишь где люди купаются надо туда ехать а вот здесь такая ситуация не совсем красивая куча лодок а вон где видишь и парашюты летают воняет рыба страшенно конечно но это рыбацкая деревушка видать они вот таких лодках скорее всего лера и плавают за рыбой представляешь местечко не дай боже уже здесь на домике иногда они строят хорошее есть у каждого наверно по своей лодке по такой и по такой лодке Верка залазь внутрь лодку буду фотографировать тебя ладно будем двигаться туда ну вот наконец то мы добрались до пляжа за клет до клет время 11 часов практически 11 и бросили мопед здесь причем здесь автобусная остановка мы сначала заехали через какой-то ресурс где с нас пытались содрать по 35 тысяч дундов проехали чуть правее и вот здесь бесплатно скорее всего лежаки у них опять же платные наверное такие везде 40 или 50 тысяч батов стоит сейчас попробуем где-нибудь здесь разместиться ну такой он пляж за клет не сначала let's go come on come on ух ты как мы далеко то проехали можно было туда поближе наверное ну песочек здесь неплохой скажу я тебе получше чем у нас в центральном пляже а ты чего развлекалась давай водички попьем вот такой здесь пляж не водичка хорошенькая здесь так ну чё ну где бы здесь разместиться ну вон лежаки на лежаки пошли ну а ты можем на лежаки я тебе посмотрю никто здесь не размещается так просто все на лежаках лучше за лежак заплатить чем просто так надо 70 тысяч за проход на вот этот пляж не знаю может у них тоже лежаки впущены не знаю не знаю не знаю не знаю не знаю не знаю сейчас пойдем все узнаем снимаем снимаем вот такой красивый пляж вот мы с Веркой здесь да Лера круто вот у нас вот таким образом только может происходить съемка потому что что-то фотоаппарат стал глючить сейчас покажу какое здесь море вот такая красотень здесь не Таиланд конечно но хоть что-то Лер билеты входные стоят 35 тысяч до он дав у нас деньги это примерно семьдесят восемьдесят семь рублей вот так вот так вот пляж заклет да сейчас на видео снимаю вот такие здесь развлечения плюс дайвинг-центр вот здесь находится вот это начало или конец пляжи заклет дальше там камни грязь не убрана а здесь отели да отели считают что пляжи принадлежат им поэтому берут 35 тысяч входного платежа и лежак стоит 60 где 75 тысяч долларов пляж неплохой кусочек относительно чистенький да ну так все вьетнамцы конечно не любят чистоту поэтому гадят везде где придет а нам приходится мусор бросает везде где попало да мне даже посчастливилось наступить на крабовую к лишню да ему вошлось прям в ногу вот такие здесь девчонки мальчишки гуляют молодцы ракушняк это белый ракушняк погода портится опять дождик на второй день уже преследует второй дождик да сезон дождей не будет да июль считается как раз самым недождливым месяцем вайцин дак лет реставр инспа вот так называется здесь это 300 сдают здесь мопеды эти водные мотоциклы парашют парасейлинг сколько парасейлинг стоит не написано но одни китайцы здесь кругом да да не будет в один из них шлепнулся что ли он воду мы любим китайцев китайцев много что интересно здесь не русский не английский не вьетнамцы не китайцы никто не знает общаться очень тяжело с ними но здесь уже вот видать приливы большие бывают здесь поэтому песок здесь имеет зеленоватый оттенок народу здесь не так много все равно чувствуется отдаленность от мячанга 50 км ну и стоимость да хотя сюда ходят автобус номер 3 24 тысячи стоит сегодня они нас обгоняли автобусы быстрее нас ехали конечно движение вон какие-то дыры крабы что ли на рыбе здесь везде крабики опа словила какой он жесткий пап а покажи его где он там опа обижал он меня ущипнет отпусти его пускай бежит ладно пора уже идти к своему месту прятаться под зонтик как я чувствую сейчас сойдет дождь снимай это мы короче находимся на пляже каком пап давай поснимай меня а то я снимаю тебя давай но я уже сказал что вот он пляж добрались сюда 50 км в ходе наш мотобайк стоит вон там заплатили за лежак 60 тысяч батов без лежака бы собрали 35 тысяч батов просто так вообще это какая несправедливость пляж очень большой и песочек классный 50 за одного вот вот мы добрались с лерой до пляжа парагон который находится в одноименной деревне или можно сказать городок из вилл он небольшой закрытая территория да и имеет собственный пляж искусственный вот такой выход в открытое море с этого пляжа напротив queen pearl парк развлечений когда мы поедем завтра вот такая бусточка выход в открытое море а здесь идет залив в сторону Ничанга может это и река конечно но на карте никак не обозначено будем считать что это залив сегодня опять пасмурно но солнышко пробивается сквозь тучи моросит мелкий дождик вот такие лодки выплывают не жалило ну и продолжаем изучать Ничанг фитографируешь? видео снимаю видео в боку надо снимать уголяю все приехали неизвестно куда да это дикий пляж ну ничего страшного мы будем купаться находимся на пляже Бандай который расположен километров 20 от Ничанган на юг в сторону Камрани вот впереди это уже Камрань там аэропорт куда мы прилетели откуда мы улетели вот такой пляж довольно длинный пляж но еще не обустроенный совсем не обустроенный еще долго предстоит его обустраивать вот такие здесь дикие постройки но вот обосновались под таким деревом вот такой лежак два лежака и зонтик стоит 100 тысяч долларов это 260 рублей вот так-то нехило на центральном пляже Ничанга стоит 80 в той же пропорции вот такая здесь погода вышло наконец-то солнце и мы боимся опять сгореть да? боимся сгореть намазались все уже упутались но все равно страшновато можно обжавиться пляж неплохой в принципе если бы он был чистым потому что как все пляжи в Таиланде хотел сказать в Таиланде почище во Вьетнаме все грязные мусор везде валяется и на пляже и в воде не знаю вьетнамцы вообще не следят за пляжами пытаются хоть маленько убирают ну а здесь полоса очень длинная песчаная и везде строят новые отели когда они застроят неизвестно мы были в четырнадцатом году их тоже строили но так до сих пор еще ни один не сдан кучу песка завезено надеемся что в скором времени возможно все будет отлично и мы сможем приехать на эти пляжи но пока дикарем нам предстоит путь сегодня еще на один пляж который находится на севере не Чанга прямо в черте города мимо проезжали вчера вроде неплохой был пляжик сегодня посмотрим вот такой пляж Бандай очень мелкий заход в воду но зато дно очень шикарное полотное кусок такой крупненький вон там дальше какие-то постройки непонятные вот они продают лежаки тоже за пятьдесят тысяч один лежат под этим навесом лироки стрёмные в других местах у них везде таблички висят что купаться запрещено ну море здесь у них но не обустроен есть в Вельчанге пляж обустроенный но вступаться там не очень комфортно из-за того что все грязно что здесь наоборот море чистое на берегу грязь валяется но зато не обустроено все дико для каких-то целей вообще взяли построили лестницу наверное насмотрелись фильм потеночная лестница посреди песка дохарапки может когда-нибудь отель будем надеяться вот такие волны в июле 2017 года вдалеке виднеются острова мы планируем еще посетить острова для того чтобы там заняться шноркингом или позаниматься с сноркингом находимся с Лерой в Нячанге в ресторане гриль гарден нет я снимаю на видео и пытаемся сготовить себе параллельно фотографировать там да? ну тогда фотографируй тебя параллельно фотографировал набрали мы вот чего лягушку ментая там лягушка есть? крокодилы уже пели и всякого разного мяса взяли еще также креветки взяли и еще тунца взяли все это я замариновал и сейчас будем пробовать народ очень много здесь до 10 часов мы с Лерой не сдвинемся с места пока не съедим а сейчас времени только 7 часов нам 3 часа с тобой предстоит кушать чтоб потом маме не говорила что я тебя не кормил он меня не кормил пока ты не съешь ты за стола не выйдешь ну так вот ты проголодалась наконец-то проголодалась но все теперь будем все съедать ты первый раз верила ну так выглядит а вот там мы напротив Лера с мамой жили в кафе Виолетт я знаю ну тут такого раньше не было в кафе ну может и было но мы не знали все началась наша поездка да на канатной дороге на остров Вин Пэрлу офигеть а там на турбаске какие-то тут вплав можно было сэкономить 800 тысяч а обратно бесплатно все равно на них Дима говорит давай пешком прогуляемся ну ходим вечерами по многу ночью светится красиво вон он пляж этот видно видите с правой стороны сзади вот такое огороженное нет нет вот за спиной видишь огороженный такой это парагон называется пляж а на котором мы были мы будем за горой вот за вот этой горой туда дальше это вот за клеткой нет за клеткой этот называется Бандай а смотрите сколько строится или это дома, место есть да местные наверное дома тут люди да 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 они живут на этом острове скорее всего а лучше канадской ну я думаю нет 12 минут сказано что она едет все ну тихо 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 а у них грязь все грязи везде ну вот купаешься сейчас начинается когда волна мусор несет какой то безумный они учатся мы вчера были свидетелями лежим перед нами свободный пляж человек 30 приносит лежак на лежак ящик какие-то свои там ракушки и то самое интересное что мужики садят с детьми вообще вообще никогда не просто это поели банки оставили как китайцы жури они все под стол бросаются И здесь вот эти вот криви, это как все под столом. Да, мы с термосами сидят, так мы лежак сядут, с термосами сосуялись. В Ничанг-центр ходили, они доставочек по две корзины, катались коллапши наберут. Ну и Пикси уже съездили тоже. Вот оно подальше Пикси, его туда ехать надо. Мы на автобусе ехали, второй номер два напротив вас остановится. Но он на северную часть не сидит? Нет, она получается на запад. На запад? На запад уезжает, наверное. То есть с нашей стороны остановку надо садиться? Нет, не с вашей стороны, противоположной. А, с на ту, да, и он будет заворачивать и туда, как к аэропорту как приехали именно? Нет, аэропорт-то вон туда. Да? Да. Мы с Камраней-то ездили вчера, вон она дорога идет, вон. Я плохо что-то, Рикера, сейчас вижу самолеты туда, куда-то. Вон они с малютами, куда-то сидят, вон он едет. Да, мы там с Яненом очень часто сидят. А их здесь тоже видно. Решили прокатиться на канатной дороге. И вот нас сначала в гору тащат. Где-то за мной там едет Лерка. Вот среди таких джунглей добираемся. Вот настоящий Диснейленд, Винферленд называется. Куча детских аттракционов, замки стилизованные, с магазинами каких-то марок здесь должно быть. А мы идем, вон туалет впереди. А мы идем в аквапарк, да, дочка? Да. На улице жара неманерная, конечно. Ух ты, фонтанчик, можно освежиться. Вот карта. Ух ты, в аквапарк то здесь, а нет, он можно пройти в аквапарк. Вот Лера фонтан впереди. В школу фонтана и туда в аквапарк. Немного горок, но все равно пойдет. Все, движемся дальше в сторону аквапарка. Это Винферленд, там сразу на стороне, вот это будущее наше колесо обозрение, вот. Да, пап, всем привет. Всем привет. Привет, не говори. Всем привет, не говори. Чего? Привет! Утопарк, вот я на Арийон. Вот это из Турцан. А ты выросли меня, у меня только. Утопни. Извините, это я не люблю? Утопни есть, вот. Утопни. Утопни. Утопник, мы, мы, насаем. Утопни будет. Утопни, там, ух-х-х. Утопни. Утопни-пли Dag и кнут. Над нами тоже проплывают рыбки, но побольше. Такая большая, да? Надеюсь, не обвалится. А если обвалится, то это же всё, да? Придется выкувать. Поехали. Продолжение следует. Добавляю субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Таакула. 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 А вот такая ещё рыбка Наташка. Да, это сама она ко мне. Она сама, да. Таакула. 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 Поп, смотри, она сразу, как она делает. С ней вот она плохо. И рыба большая, смотри. Таак. Поп, черта. Той стороны неплохо видно. Там плохо видно. Та моя. Моя ב� esfна. Это была не рrow до трат24-лот NaziRI меня жена. ГОВОРИТ ПОКОЛОШИМ ТУГНАЛА ТАВТИРА ТАВТИРА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры 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 DimaTorzok Нормально было до Ничанга. Находимся на третьем уровне водопада Бо-Хо, который находится на севере от Ничанга. Доехали сюда на мотобайке. Это третий уровень. Внизу второй и первый. Самый крутой это первый. По величине водопада. Но здесь зато есть озеро, в котором можно купаться. Вот такие отвесные скалы здесь. Куда еле забрались. Как лезть обратно пока не знаю. Ну, наверное, придется маленечко отдышаться, покупаться. И тогда только можно будет. Я расснимаю. Это первый уровень водопада Бо-Хо, который находится недалеко от Ничанга. Вот в такой колодец каменный мы попали. Очень красивые водопады, скалы. С этих скал прыгают люди, которым нечего терять, наверное. Ну, вот здесь слава из грязи, конечно. Интересные вот такие стаканы каменные, которые выбило водой. Можно сидеть, наслаждаться джакузи, когда полноводие. И вокруг джунгли. И туда дальше течет река Бо-Хо. Находимся в монастыре Будды в городе Нячанг. Вот такой здесь лежит Будды. Нам стоит подниматься еще. Подняться вверх, посмотреть на толстенького Будды. Вот такая пагода здесь. Я уже снимаю видео. Сегодня уже 16 июля. А звук-то записывай здесь, дочь. Ну вот. Это хорошо. Это город Нячанг. И вот такая грязь здесь плавает на пляже. Это вот песочек, песочек. Песочек, а это вот баба. А ну на бой, сходай. А нет, ты что, камера же лучше. Ну вот, короче. Я что? Это город Мусор. Но это городское, а вот где мы были на Вай-Дай, или как там, вот лучше. Не одному совсем, да, я никому. Не одному я тебя, но... Продолжение следует... Продолжение следует...